Татьяна Коргина Татьяна Коргина Татьяна Коргина проектов и городской активист. И мы благодарим АПИ Москва за организацию сегодняшнего события. И первый вопрос, который я хотела бы задать всем кураторам площадок, вообще, как вы пришли к идее такого центра городских сообществ, инициатив, модель которого, собственно, и будет представлена 13 декабря. Ну, начнем, наверное, с Марийки. Думалась Даша. Ну, как Таня уже рассказала, я являюсь городским активистом, и делала непосредственно... Ну, я к этой теме подошла, ну, подхожу, наверное, с двух сторон. С первой стороны, что являюсь городским активистом и участвую во многих проектах, в том числе в «Делай сам», «Делай фильм» и в других... Ну, делала много проектов, фестивалей. У нас никогда не хватало места, где можно собираться, и приходилось все время, да, и приходилось все время либо ходить по кафе, либо, не знаю, собираться у кого-то дома, и ну, нету просто места, где ты можешь приходить и делать какие-то свои проекты, брендстормить, общаться с друзьями, с товарищами по своим каким-то инициативам, идеям. С другой стороны, я также делала много разных, ну, не много, нескольких исследовательских, локальных проектах в районах, документальных, в нескольких районах Москвы, и все время в общении с жителями города возникает вопрос, куда ходить, где проводить время. есть в районах какие-то сообщества, которые увлечены разными, не знаю, занятиями, и в качестве примера место, где я живу, там я также проводила исследовательский проект, есть брендансеры, и они мне рассказывали, я брала у них интервью, и они рассказывали мне очень долго историю, они начинали просто танцевать на улице, и потом они выиграли очень много конкурсов, и даже организовали фестиваль, им просто не было места, где репетировать, и они ходили от одного места к другому, и то им дом и культуре давали место танцевать, то в итоге продуктовый магазин предоставлял какую-то площадку, где можно тоже танцевать в каких-то там складах, и они, конечно, находили добрых людей, которые им помогали, но не было, было бы классно, если было такое место, когда они просто могли прийти и занять там какое-то пространство, и порепетировать, ну вот, так вот. Спасибо, Марийка, спросим у Игоря, как же он пришел к идее комитета, центра. Привет, я выступаю с позиции художника больше, в большей степени, и мне важно представить некие такие коллективные мастерские, потому что на данный момент огромное количество всяких творческих кластеров, которые есть в Москве, и арт-центров, но на самом деле они никак не собирают вокруг себя арт-сообщество, они больше репрезентируют то, что уже есть, то есть показывают какие-то выставки, встраивают кинопоказы, на самом деле, как такового сообщества там нет, и мне бы хотелось больше акцентировать на том, что нужны коллективные мастерские для обсуждения и выработки каких-то новых коллективных идей. Плюс к тому, мы работаем еще много по благоустройству различных районов Москвы, и зачастую сталкиваемся с такой проблемой, как местные сообщества, которые хотят улучшить район, им тоже нет места для такого пристанища, где они могут собраться и обсуждать какие-то свои идеи, и мне кажется, такой комьюнити-центр мог стать таким местом, в общем, кажется, достаточно актуальной идеей. Да, и прежде чем мы передадим слово Даше, хочу сказать о важной возможности. Все, кто нас слушает, может задавать вопросы в прямом эфире. Это можно либо делать в окне трансляции, прямо на странице Московского урбанистического форума, либо в комментариях в Facebook, также на странице, и также можно писать вопросов в Твиттере, для этого используйте хэштег АМУФ 2014, МЮФ 2014. Ну, и продолжим. А напрямую можно? Можно, но попозже, когда мы закончим основную презентацию, у нас будет обязательно время для такой живой дискуссии, мы его заложили, поэтому, да, чуть-чуть попозже. Да, конечно. Ну, да, про то, как, собственно, я пришла к идее комьюнити-центра. Я с командой Делай Сам занимаюсь также конференцией о городских инициативах Делай Саммит, и конференция имеет место быть раз в год в Москве, мы приглашаем на эту конференцию авторов городских инициатив из разных городов России и зарубежья, где не обмениваются опытом, лучшими практиками и знакомятся. И обычно бывает таким эпицентром, активности, налаживания каких-то новых связей, но это всего лишь один день, который случается один раз в год, и этого действительно мало. Мы провели на Делай Саммите в этом году такое событие, Хакатон, однодневный марафон по разработке идей на тему новых технологий, которые бы улучшили, способствовали улучшению работы активистов и налаживанию их коммуникаций между собой. Мы спрашивали совершенно разных людей в формате этого воркшопа, чего им не хватает в Москве, для того, чтобы их работа была более эффективной, чтобы им было удобнее работать. И в итоге посредством такого многоступенчатого обсуждения пришли к тому, что это место, что самое главное для всех, это наличие места, площадки для активности и событий самых разных видов, но того места, которое могло бы быть и площадкой для диалога, и мастерской для подготовки каких-то отдельных блоков, проектов, и местом для проведения собственных событий. То есть площадка могла бы стать таким катализатором к развитию городских инициатив гражданского общества в Москве, потому что сейчас объективно это то, чего очень не хватает. Как мы поняли, также авторам идеи проектов и самим также очень важна возможность с коммуникацией между собой с такими же людьми, которые занимаются аналогичными или противоположными проектами, с которыми они, возможно, не сталкиваются в каждодневной работе, но они могли бы вообще узнать о них, если бы было единое пространство. Ну и, собственно, для меня тоже это очень важно, если бы такое пространство было, соответственно, это и для меня и новые связи, и новые знакомства, новые партнерства, которых бы не случилось. Нужно прямо добавить, у меня просто есть личный опыт, в 2010 году мы создали такой комьюнити, ну, можно назвать комьюнити-центр «Коловтно-Пятницкое», наверное, все, кто занимается инициативами знают, это была большая квартира с гостиной, где мы все, собственно, в какой-то момент встретились и познакомились, и который был таким реальным вот центром, таким мозговым штабом, и многие инициативы, они родились и продолжают функционировать в таком месте. И мы все, наверное, почувствовали, насколько такое место, оно ускоряет все процессы, и вот отсюда, собственно, из этого опыта, этот «Коловт» сейчас не существует, это был тоже такой, был эксперимент, успешный, добились разных целей, которые ставили, но вот сейчас, наверное, потребность в нем есть. Собственно, ближе к нашему событию, Московский урбанистический форум 13 декабря, модель центра сообщества «Инициатива горожан Крытый павильон». Я хочу задать вопрос, что же там будет происходить, собственно, куда мы приглашаем, ну, так, как бы коротко, чтобы сохранить интригу, чтобы заинтересовать наших гостей сегодняшних, участников, но при этом, чтобы у них было достаточно любопытства прийти и посмотреть все своими глазами. Ну, начнем с Даши, как такого куратора всех площадок. Да, ну, так, тоже постараюсь, действительно, говорить не обо всем. Мы старались построить программу таким образом, чтобы она включала в себя активности разных видов, как связанные с общением, так связанные непосредственно с действиями. Да, и еще момент, как строилась программа, участники команды «Сделай сам» не просто взяли и сами придумали какой-то центр и решили, каким он должен быть. Мы провели анкетирование, и спросили аудиторию о том, каким должен быть идеальный комьюнити-центр в городе, какие в нем должны происходить события, какие должны быть пространства. Мы собрали этот опыт, проанализировали, обсудили с командой, с представителями других городских инициатив и придумали модель, максимально учитывающую все пожелания людей, которые являются такими потенциальными пользователями, резидентами подобного центра. У нас будет несколько основных площадок. Одна из них это самосбор, пространство для самопрезентации городских инициатив, сообществ, предназначенное для событий самых разных форматов, от самых простого, от лекций до каких-то необычных воркшопов, презентаций, вообще, ну, такая многофункциональная площадка, где может происходить что угодно, и на ней в рамках вот этого дня, 13 числа, вы сможете познакомиться с самыми разными городскими инициативами Москвы, которые проводят в этот день там свои события. Будет работать мастерская общественная, они, наверное, ну, давай, Мария, ты расскажешь мастерской, или... Хорошо. Ну, мастерская мы задумали как такой цех для дела, где можно изготовить самому либо с помощью мастеров, присутствующих в ней, предмет, полезный либо для города, либо для себя, и вообще в идеальном центре мастерская это то место, где вы просто можете прийти, воспользоваться любым оборудованием и изготовить какую-то нужную вещь просто там с помощью специалистов. У нас будет вот такая экспериментальная мастерская с набором инструментов, с набором мастер-классов, как работающих постоянно в течение всего дня, и можно будет научиться делать, не знаю, все что угодно, вот какого-то условного контейнера для сбора батареек там до кошелька, вот можно научиться делать все. Еще одна часть это такая, как городская гостиная, нам кажется, что важно, чтобы в центре было место для досуга, причем для досуга такого полезного, где можно в то же время как общаться, так и узнавать что-то, что-то новое. Вот в нашей гостиной, например, будет располагаться такая активность, как необычная библиотека, это живая библиотека, где в качестве книг выступают живые люди, в отношении которых в обществе есть стереотипы или предрассудки и прямо на мероприятии можно будет пообщаться с людьми, задать им свои вопросы и, возможно, как-то изменить свое мнение о том или ином человеке, о котором вы знали не очень много. Ну и плюс в этой зоне будут различные игры про город, изменения города, города, действия, и причем особенность в том игротеке, что игры представят сами их авторы, многие из игр, по крайней мере. Вот, еще у нас будет несколько блоков, которых расскажут мои коллеги про выставки, лаборатории. Ладно, нет, да, я начну, а ты закончишь. Вообще, во-первых, хотел ставить ремарку, что достаточно странно вести, то есть у нас, в общем-то, открытый павильон, это такое пространство для общения, и очень странно вести такой интернет, какую-то трансляцию про пространство для общения. То есть, говоря о сообществах, здесь нет, по сути, тех сообществ, мы его здесь не можем собрать, а транслируем только вот через это. Мне кажется, может быть, вообще не нужно такое пространство, возможно, только сообщество в интернете с сегодняшнего века, поэтому, ну, здесь мы тоже попробуем, нет, мы попробуем это организовать и посмотрим, насколько, может быть, нам стоит тоже установить какую-то интернет-трансляцию, и что у нас будет происходить, и люди будут просто смотреть через экран своего монитора, что там, кто там собирает мастерскую или еще что-то. Вот. Пилить они будут интерактивно, ну, там же есть виртуальный же, какие-то есть виртуальный секс, можно виртуальная мастерская будет такая. Вот. Ну, это такой момент рефлексии, можем об этом с вами подумать потом и что-то написать. Вот. Я конкретно буду организовать выставку про город для исключенных типов граждан, конкретно для бездомных, то есть мы проводим сейчас небольшое такое исследование, зарисовку на эту тему, и снимаем фильм, делаем выборку по исследованиям, так что приходите, посмотрите на эту тему, поучаствуйте. И также я организовываю лабораторию городского планирования, точнее, это будет прототип лаборатории, которая сейчас работает в Ярославском районе, и там мы проводим, выводим, так скажем, уникальные рецепты изменения городской, городской среды за счет, ну не знаю, различных экспериментов в этой области, то есть проводим различные какие-то исследования, общаемся с местными сообществами и применяем какие-то художественные практики. Ну, в общем, там будут представлены результаты работы нашей вот в Ярославском районе и будут представлены вообще принципы работы. Теперь я могу передать микрофон Марийке. Спасибо. Ну, если плавно переходить от лаборатории, то в том же зале у нас будет работать рабочий клуб, тавтология, рабочий клуб, это однодневный воркшоп, кстати, еще можно записаться, зарегистрироваться, поучаствовать. Основная цель клуба, это чтобы на одной площадке встретились те, кто занимается городом, исследует его или, не знаю, меняет. Это как активисты, представители сообществ, инициатив, так и молодые, может быть, не молодые профессионалы, социологи, урбанисты, художники, потому что в процессе работы над рабочим клубом, снова тавтология, мы поняли то, что очень много людей, которых интересует одна и та же проблема, но они как-то не встречаются между собой, не общаются, и организуют мероприятия, проводят выставки, проводят лекции, мастер-классы, но при этом это все разные тусовки, а мы, соответственно, хотим на одной площадке в течение дня всех собрать вместе, и чтобы все поделились опытом, каким-то накопленным друг с другом, при этом у нас будет работа проходить в группах, будут тьютеры, но при этом мы будем предоставить такие горизонтальные связи во время работы, и для нас здесь больше важен сам рабочий процесс, и процесс этот будет потом отражен, наверное, в качестве какого-то блога или как-то в интернете мы придумаем, как показать результаты рабочего клуба, ну и какие-то, если есть, наверное, идеи или проблемы, как решить, то здесь можно будет это решить и с какими-то уже идеями новых проектов, наверное, даже выйти. Если возвращаться к городской гостиной, то там у нас будет интересная фильмотека, она микрофильмотека, можно ее будет посмотреть вертикально стоя или горизонтально лёжа. Фильмы будут очень интересные, про город, короткометражные, про, вот Игорь собирает видео про художественные акции в городском пространстве, будут короткометражки про экологию, анимационные и документальные, будут также короткие видео про движения в городе, про танец, это международный проект Cine Dance, они для нас специально подбирают программу и проект Код в городе, Код города, извините, Код города, ну и программа будет очень большой, там будет интересно. Про все, да? Еще консультации, да. А, еще консультации, да, в зоне общественных мастерских, наверное, про консультации Даша лучше расскажет. Так, просто походу вспомнила, ну, такая практически тоже важная часть открытого павильона, это открытая консультация, в день мероприятия на площадке будут весь день работают специалисты в области пиар, защиты, прав, которым просто можно записаться на прием, на такую получасовую консультацию по вопросам, связанным с городским или общественным проектом, и вот с одной из сфер, в которой вот являются такими профильными наши специалисты, и они смогут естественно безвозмездно уделить время конкретному человеку и обсуждение его вопроса поиску какого-то решения. Нам вообще кажется важным, чтобы в центре всегда, в принципе, в будущем центре была такая функция, и консультации было бы больше, они были бы разнопрофильными по каким-то вопросам связанным с благоустройством района, с социологией, ну, всех волнующие юридические вопросы и другие. Вот в тестовом режиме в этот день мы попробуем также открытые консультации в открытом павильоне. И по поводу площадки самосбор, собственно, как она появилась и как будет продолжать функционировать, мы также собирали заявки на события от авторов проектов, на события в этих пространствах, и заявку до сих пор можно подать в расписание, у нас есть специальная графа, здесь может быть ваше событие, мы оставляем какой-то набор свободных слотов вплоть до дня мероприятия, чтобы можно было прийти на площадку непосредственно даже в день, день в день 13 декабря и предложить свое мероприятие и провести вот тут же на площадке, нам важно показать таким образом принцип открытости и планирование такого снизу вверх, что программа такого центра формируется его резидентами, участниками и самими сообществами, поэтому мы оставляем такой возможности, ждем события и заявок на них. да, друзья, пока мы с вами делали вводную часть, у нас уже появилось 18 вопросов очень разнообразных, поэтому мы я думаю, так плавно перейдем к ним. Я хотела бы сказать такую концептуальную вещь, просто это может быть ответ на часть из этих вопросов, все ребята рассказали, что конкретно будет происходить, я расскажу вообще, почему мы к этому пришли, то есть есть профильные сообщества, то есть есть экологи, есть группы, которые занимаются какими-то исключенными людьми, или, не знаю, проблемами застройки, или проблемами сохранения исторического сообщества, и они очень часто между собой в своем тематическом поле очень хорошо общаются. Наша задача это сделать такое перекрестное пыление, где лидеры очень разных групп могут приходить и на совершенно таких горизонтальных, равных отношениях, сделать что-то совместно, потому что корни проблем они часто очень пересекаются. И еще для меня это большой вопрос, такая важная история связана с доверием в нашем обществе, которое так или иначе обсуждается, что сейчас очень важно строить горизонтальные связи между людьми, и когда мы делаем такое уже на многим известное событие, делая сам, когда нас спрашивают, а кто здесь главный, кто координатор, где вот эта иерархия, мы говорим, вы знаете, как бы ее нет, мы способны взаимодействовать эффективно, будучи там лидером или там профессионалом в каком-то деле, и нам не нужна иерархия, то есть мы можем самоорганизовываться, и сегодня этот опыт нам кажется очень важен в России, вот как бы на практике как можно больше, чтобы он использовался. Я бы хотел добавить, что на самом деле пространство не только для активистов или для каких-то таких вот групп, которые ты перечислил, существует, оно вообще по идее должно стать такой точкой притяжения районной, где люди, которые способны что-то организовать, наверное, показ кино или еще что-то, то есть абсолютно какие-то такие повседневные, может быть, какие-то себе банальные, там, досуговые события, то есть и для этого, в общем-то, у нас есть вот эти площадки самосбора, где мы попробуем это проиллюстрировать. Да, и я тоже хотела дополнить, что действительно важная особенность, мне кажется, отличие центра от существующих, возможно, каких-то центров в общественных или иных центрах в том, что его программа создается самими его участниками, что мы полагаем, что горожане сами способны действительно организовать события, интересный контент, они могут являться не только потребителями, но и создателями контента, и тут мы они как раз в этой роли и выступают, и мы даем им просто пространство, в котором есть некая модерация, но нет жесткой структуры и программы, на которую мы приглашаем аудиторию, а программа скорее создается спонтанно с самими пользователями. И нет директора. Да, и нет директора. Друзья, мы прямо перейдем к вопросам, вот я буду стараться там объединять какие-то похожие вопросы, вот, наверное, как раз вопрос к Даше, будут ли на площадках работать представители регионов России, потому что мы как раз много работаем с другими регионами, и вот вопрос про близкие проекты, то есть близкие нашим, ну, наверное, может быть, из других городов. Ну, вот на площадке павильона в этом году у нас будут именно представлены московские проекты, инициативы, и частично питерские, поэтому, да, другие города будут скорее в качестве гостей, но опять же, если участники других городов собираются действительно приехать, то возможность заявить события есть. Единственное, что у нас нет возможности специально приглашать и привозить на события гостей из других городов, поэтому пока вот в основном это Москва и те, кто сами готовы приехать. Но, кстати, вот один из мастер-классов предложила провести и проведет, например, мастер из Перми, который специально приедет там на мероприятие, сама и как бы создаст одну из мастерских. Она просто изъявила такое желание, и, конечно же, мы только за, если я правильно поняла вопрос про другие города. Да, она хочет давать, что мы очень много общаемся с подобными проектами в других городах, как бы не стоит, вот не хотели сейчас о каждом из них рассказывать, просто можно зайти на сайт делайсам.орг и там прямо тегами вот отмечены другие города и проекты, и просто посмотреть последнюю программу, как бы там масса проектов, потому что это немножко не тема, да, нашего сегодняшнего разговора, но вот можно прямо сейчас, вот автору вопроса, зайти на делайсам.орг, пройтись по тегам и посмотреть про судьбу вот этих проектов. Можно я добавлю насчет регионов. Вообще цель проекта, вот мне кажется, в рамках фестиваля, что мы делаем, это мы создаем такую выставочную модель комьюнити-центра, да, нашу идеальную, ну, то, что мы наполнили, пока организовывали в течение нескольких месяцев, а вообще это, мне кажется, актуально и для Москвы, и для Питера, и для других городов, и просто мы хотим, используя площадку Московского урбанистического форума, показать актуальность, и что это можно, и почему это нужно, и я, ну, поскольку я работаю на форуме, соответственно, я знаю, что там будут представители региональных делегаций, из других городов приедут на форум смотреть, поэтому для нас это именно важно заявить о том, что такой центр нужен, почему он нужен, и показать, что он может работать, и что на это есть спрос. Есть вопрос, который тоже вот нас всех волнует, вот он от автора вопроса звучит так, про инвестиционный, если рассматривать открытие подобного центра как инвестиционный проект, то как быстро он окупит себя, у нас вопрос звучал немножко шире, вообще, как вы видите, финансовую модель, и кто должен платить, потому что вопрос, вот как бы, про деньги, да, он такой, всегда для всех сообществ, ну, такой вот интересный, я бы сказала. Мне кажется, частично он может сама купаться за счет какого-то вокального бизнеса, который может туда вовлекаться, это могут быть какие-то там привлеченные кафе, либо, может быть, там кинотеатр или еще что-то подобное, ну, то есть, какая-то такая составляющая, может, бизнес составляющая, но без там магазинов особых, я думаю, что какие-то такие досуговые вещи могут там располагаться, за которыми могут быть взяты деньги. Даша? Ну да, я тоже пыталась, конечно, придумать ответ на этот вопрос, ну, и в принципе, согласна с Игорем, что мне кажется, да, у центра могут быть разные функции, там, активности резидента, и, например, некоторые из них, это могут быть какие-то небольшие бизнесы, аренда от которых частично покрывает расходы на создание центра. Либо же, ну, просто, пока такой пример какой-то привести сложно, например, если вдруг создателем такого небольшого центра в одном городе, возьмем не Москву, город поменьше, выступает архитектурное бюро, которому это интересно по той причине, что инициативы, которые существуют в центре, они также, собственно, ну, люди, задействованы в этих инициативах, могут также работать над проектами этого архитектурного бюро, ну, это какая-то кажущаяся абстрактная схема, но просто я была в подобном центре в небольшом городе в Эйнденховене в Голландии, его как раз таки центр создателем был архитектурное бюро, и туда съезжаются волонтеры даже не только там со всей Голландии, но и со всего мира, которые просто на бесплатной основе как, ну, работает в этом центре, проводят события, являются модераторами, и также проходят практику вот в этом архитектурном бюро, но это некая странная схема, но, например, она может быть такой, а вообще, по-моему, какого-то единого ответа нет, и совершенно непонятно, какой будет схема, все, наверное, зависит от конкретного города и до страны, в которой находится центр. Давайте расскажем про три российских примера, реально работающих, потому что это, правда, болезненный вопрос, я видела массу комьюнити-центров, которые, ну, то, что, как бы, как судя, да, по сути, они там по-разному назывались, которые не состоялись именно по причине финансов, но есть те, кто состоялись, например, на шкалов, то он существовал вполне успешно, у нас была необычная модель, просто в части пространства мы жили, собственно, платили за аренду, да, и как бы все были на это согласны, и на частично собирались пожертвования, которые собирали, покрывали такие общественные нужды, это самый устойчивый вариант, потому что, ну, вот, как бы, собственно, есть люди, которые готовы ежемесячно какую-то выносить сумму, но есть и другие варианты, например, у нас будет на самосборе представлено такое пространство, он В-клуб называется, или там Веган-клуб, это на Варшавской, в бывшем заводе ребят, именно такая достаточно большая площадь, и они делают такие, естественно, платные события, это концерты с платой за вход, у них есть свое вегетарианское кафе, где они сами готовят, и есть события, которые проходят совершенно бесплатно, то есть, то, что для них идейно важно, и вот они сейчас просто вышли на самоокупаемость, они не зарабатывают на этом, но, собственно, они, как бы, окупают этот проект и аренду, как бы, и так далее, и третье, это вот есть такой Центр экономии ресурсов на Флаконе, он был создан частично путем краудфандинга, когда люди, которые поддержали эту идею, внесли разные суммы, там, от тысячи рублей до 30 тысяч, просто это, как бы, единоразовый взнос для того, чтобы он появился, и сейчас там каждый день идут события за пожертвование, то есть события тематические, но там одновременно все, те, кто в них участвуют, они поддерживают идею Центра, и они жертвуют. То есть, как сказал Даша, моделей действительно много, и, мне кажется, самый главный ответ, если у людей, которые это делают, есть страсть, и у них есть, ну, какой-то драйв, то это заражает людей, и люди, которые как-то этому сочувствуют, они готовы это поддерживать, в том числе финансово. Это, наверное, вообще тест вообще жизнеспособности какой-то, вот ваши идеи, насколько сообщество готово поддерживать. Я, кстати, вспомнила еще один пример в Москве, клуб имени Джерри Рубина, такой тоже некоммерческий центр, и они действуют по модели, которую описала Таня, это частично сбор средств с помощью краудфандинга, на какие-то крупные траты, вроде ремонта, например, глобального, а частично платные мероприятия за, ну, за вход, за пожертвование, и также место существует. Ты хотела дополнить? Давайте, да, вот мы, может быть, я попытаюсь вот большое количество вопросов, да, как-то вот объединить, ну, хватить, как бы, суть вопроса, да, и потом вот мы перейдем непосредственно в дискуссию в зал. Есть такой, ну, вопрос, наверное, я правильно перевела, о том, вот, каким образом вот этот комьюнити-центр, как место, будет влиять на жизнь города в целом, вообще, какие вопросы, ну, такого, ну, городского масштаба могут в нем решаться. Вот, может быть, ребята на своем опыте, вы можете просто рассказать, ну, как это дальше будет, вот, влиять на город и его проблемы. Ну, может быть, вот, Марийка, Игорь, да. Ну, я думаю, что с той позиции, что само существование такого центра в районах, и если в каждом районе будут такие центры, которые будут действительно работать, будут давать пространство, площадку для самосборов, соответственно, мне кажется, это в такой долгосрочной перспективе улучшает городскую среду качественно. И, ну, просто, мне кажется, будет видно, что жизнь в районе улучшается, потому что сразу появляется место, где ты, куда ты можешь ходить, что-то делать. Я не уверена, что я сейчас могу ответить на вопрос, какие масштабные вещи для города там можно решать. Мне кажется, с этой точки зрения надо смотреть, что масштабно будет решаться то, что, как бы это наивно ни звучало, жизнь в районах будет улучшаться. Потому что, если летом, например, у нас просто один коллега, у нас много, у нас не только трое, у нас много в команде делай сам, один коллега все время приводит примеры о том, что там должны играть, значит, пенсионеры в шахматы или в шашки или как что-нибудь, в домино, кричать рыба. Потому что летом у них есть место, где собираться, там, в беседках, в парках, еще что-то. А зимой, даже осенью, весной нет места такого. То есть, с этой точки зрения. Ну, да, но с точки зрения благоустройства района это также может влиять на район, на улучшение жизни в районе, так скажем. Потому что на данный момент, как я говорил, уже мы ведем работу в Ярославском районе и стараемся развернуть что-то наподобие такой лаборатории городского планирования на базе молодежного центра. И если, мы зачастую вот встречаемся с огромным количеством различных сообществ, активистами, и нет пространства, где это можно было обсудить или устроить какой-то там коллективный, выработать какие-то коллективные идеи, получить какую-то консультационную поддержку. И вот здесь мы закладываем все эти идеи для того, чтобы в последующем их использовать. Я думаю, что это очень приятный бонус для активных горожан, которые бьются практически за улучшение своего района и ходят бесконечно на встречи с управой, но никак не могут образоваться в некое сообщество, потому что по сути у них нет места и какой-то поддержки со стороны. И я скажу. Поскольку на наш взгляд и вот с нами согласны многие специалисты, например, автор книги «Креативный город» Чарльз Лендере, главным таким ресурсом развития городов, развития территорий, по его мнению, являются сами люди и их творческие потенциалы. И очень часто стоит вопрос, какие же существуют технологии вовлечения людей и граждан в процессе управления городом, в процессе планирования города. И технологий по факту оказывается немного. Так вот, мне кажется, предоставление просто пространства для свободной творческой деятельности людям, которые хотят ей заниматься, это одна из самых действенных технологий, которая только может быть. И она очень простая и очень результативная. и за счет одного небольшого шага предоставления места можно получить большое количество новых идей, проектов, практически полезных для города, но и в то же время создать возможность для самовыражения людей, что ли. Мне кажется, это какое-то некое признание того, что также и граждане могут быть источником новых, качественных идей для города и такого изменения. Можно приведу два ярких примера, простите, что все время сбиваюсь с роли модератора, просто я очень сильно погружена и несмотря на то, что у меня есть профессиональная деятельность, это участие в развитии сообщества, это очень важная часть моей жизни. И когда мы в этом эколовте, про который рассказывал, мы собрались и как-то наладили такие связи между сообществом, это было четыре года назад, две темы, для меня как для эколога важны, это раздельный сбор и велодвижение. Тогда мы себя не представляли, для нас это было из разряда мечты, что вообще власти будут заниматься. И за эти четыре года именизовые инициативы сообщества, они показали очень успешные модели, как можно объединяться и делать акции по раздельному сбору, одновременно в 20 точках города. Были в парках эксперименты, сейчас такое движение. И сейчас я просто вижу на моих глазах профильные департаменты, они берут этот опыт, его воспроизводят. Часто получается хуже, и они уже обращаются за консультациями к собственным инициативам, у которых получалось это делать, действительно, вовлекать много людей в раздельный сбор. Это одна тема. и часть активистов, которые устраивали какие-то городские велособытия, их пригласили уже стать городскими чиновниками, и у них уже появляется просто ресурс и возможность они весь свой опыт применяют для того, чтобы уже делать это на уровне города. То есть это не то, что какая-то теория о том, что это может повлиять, это на самом деле мы видим, что это уже влияет. Главное, чтобы были чиновники к этому открыты и не стеснялись вот этот опыт успешных городских инициатив его использовать и транслировать на весь город. И следующий такой вопрос вытекающий, тут несколько подобных вопросов, может быть, он Игорю как раз будет интересен. Один о том, что модель создается на площадке форума, который проходит при поддержке правительства Москвы. насколько это влияет на чистоту эксперимента, если участники сложности с партизанскими участниками. И похожий вопрос, как такой центр может сотрудничать с властями или с коммерческими историями. Расскажите про нашу позицию как независимых инициатив по отношению к властям и к бизнесу. Какой вопрос? Мы сейчас коммерческие обсуждаем. Вопрос, что модель центра сообществ создается на форуме, который поддерживается правительством. То есть насколько вопрос с независимыми инициативами, как они взаимодействуют с властями, есть ли какие-то в этом сложности? Сложности есть, пока не очень такие критичные может быть, но они могут возникнуть всегда. Тем более я зачастую как-то сталкиваюсь с различным сотрудничеством с разными организациями и просто сейчас такая обстановка, что все достаточно напряжены, есть такое внутреннее, я думаю, напряжение у многих включается такой самоценз, наверное, какой-то и когда предлагаешь какую-то вещь, которая может воспринято неоднозначно либо может быть как-то провокационно, то ее стараются убрать на всякий случай. А если не убрали, то потом очень волнуются. Мы с таким сталкивались неоднократно. А по коммерческой лучше Даша ответит. Да, и по взаимодействию с какими-то коммерческими историями, насколько центр будет привлечен к такому сотрудничеству. Например, может ли быть у центра спонсор коммерческой компании, вот это имеется вид? Ну, вообще виды, как может центр взаимодействовать как некоммерческое сообщество взаимодействует с бизнесом, может, не может в каком виде. Ну, просто по нашему опыту, у нас был положительный опыт взаимодействия у команды делай сам, просто еще в продолжение того, что говорил Игорь, нам кажется, самое главное это четко месседж, идея проекта, который нужно следовать в любом случае, кто бы не был партнером, и главное понимать, что именно мы хотим сделать, и не отходить от этой идеи. Мы во всех проектах стараемся работать именно так, и соблюдать чистоту концепции. А по поводу сотрудничества с бизнесом, нам кажется, да, что вполне себе возможно. Я просто приведу на примере марафона городских действий, делай сам, которым мы занимаемся. В один из годов спонсоров марафона была компания Мегафон, которая поддержала финансовый марафон, множество акций в Москве по улучшению городов, практически полезных, от посадок деревьев, заканчивая благоустройством городской среды. Но даже форматы могут быть настолько различными, что, например, у нас была вторая итерация общения с Мегафоном, когда абоненты Мегафона с помощью смс собирали деньги на проведение нашего следующего мероприятия и таким образом тоже в нем участвовали. Поэтому, мне кажется, надо просто отрабатывать разные форматы и доносить до компаний, до любых партнеров важность идеи и тот факт, что она не может трансформироваться вне зависимости от того, кто бы не был партнером. И находить именно такого партнера-единомышленника, что ли, которому также близка идея, которой вы занимаетесь. И плюс у многих брендов сейчас есть социальная какая-то миссия, не знаю, насколько она ставит себе какую-то социальную задачу, часто можно на сайте найти, и не знаю, насколько она соблюдается или нет, и поэтому во многом они поддерживают различные социальные инициативы. Единственное, что в России очень такие суровые способы брендирования и очень достаточно агрессивно внедряется бренд, если дает деньги, поэтому здесь нам нужно тоже занять позицию такого воспитателя и давать брендам, если спонсировать что-то, то не внедряясь в то, что происходит у нас, никак не цензуировать это и просто поддерживать. И это в принципе возможно, просто достаточно непросто иногда. Ну и про позицию с властями. Мы открыты к сотрудничеству, мы бы хотели, чтобы те успешные модели, которые получают сообщественных инициатив, власти могли их просто использовать. Но если есть какие-то острые ситуации, это я как экологу могу сказать, что многие городские решения, то есть они очень неэкологичны последние годы. То есть мы готовы об этом говорить и мы не будем как-то эти вопросы обходить или цензурировать, при этом, что наша самая целью не является позиционное противостояние, наша цель это все-таки мы видим нашу задачу с властью, они все-таки общие. Это чтобы люди в этом городе могли жить комфортно, при этом экологично и как-то, чтобы все это было по-человечески, как бы очень человечно. И еще у нас очень хорошее просто человеческое такое сотрудничество очень часто с бизнесом. Самое лучшее, когда есть человек, который разделяет идеи, он не хочет решить свои маркетинговые задачи за счет нашего мероприятия, засунуть рекламу, то есть мы это сразу чувствуем, а что там есть просто в компании человек, который разделяет. У нас такие отношения с компанией News Outdoor, которые уже несколько лет просто сами печатают баннеры, развешивают наше послание, делая сам по городу, потому что им это важно. Нам бы хотелось, чтобы наши отношения с бизнесом строились на таких основах. И переходя, Игорь уже затронул здесь такой интересный вопрос по поводу онлайна. Я бы его расширила, он звучит очень конкретно. Например, имеет ли смысл создание комьюнити-центра, мы видим, в таком оффлайн-виде, при наличии хорошо функционирующего онлайн-комьюнити, такого как активный гражданин. Но я бы не останавливалась на активном гражданине, потому что тут есть разные оговорки. Я бы, наверное, рассмотрела просто этот вопрос онлайн-офлайн. Есть в Фейсбуке, есть куча форумов, зачем, там нужен ли комьюнити-центр. А сообщество ли это вообще в онлайне-то? Мне кажется, что это не сообщество. Не, ну я имею в виду, что да, но... Ну вот вопрос, да, имеет ли смысл, да, вот, хотелось бы поразмышлять. Просто сейчас мы назвали вот этот наш комьюнити-центр, по сути дела мы еще не придумали хорошего названия, но вот в рамках мероприятия 13 декабря мы назвали это Центр Сообщества и Инициативы Горожан. Но вообще такие центры, я повторю свою мысль, идею, то, что центры такие нужны не только для уже образовавшихся сообществ, но для формирования, да, спасибо, для формирования сообществ, потому что есть люди, которые просто готовы там прийти и не знаю, то, что они делают дома, не хотят они это делать дома, там, играть, танцевать, еще что-то, прийти в какое-то пространство и что-то там это сделать. Ну, то есть очень важная именно оффлайновая история, то есть мне кажется, онлайн здесь никак не сработает. Ну, вот еще в продолжение вопрос, что планируется или какая-то интеграция онлайн все-таки, мне кажется, она вот прямо сейчас происходит, мы вот как-то пытаемся интегрировать онлайн. Может быть, что-то добавить? Мы все, конечно же, вот совершенно такие уже, но мы не аборигены, конечно, цифрового мира, мы так как бы немножко постарше, но все равно мы там очень активно используем соцсети, иногда там какие-то задачи они прямо решаются в фейсбук-чате, но именно комьюнити-центр, он создается потому, что ничего вот на нашем опыте не двигается, пока мы не встречаемся. Это какая-то живая такая энергия, какая-то магия, вот ее совершенно невозможно как-то вот онлайн-го воссоздать, то есть вот оно не работает. Есть пример с онлайном, когда, соответственно, вот лаборатория партизанинга делала исследование в Ярославском районе, у меня было не очень много времени ездить в Ярославский район, и я зашла в ВКонтакте и нашла группу Ярославский район, где жители этого района очень много размещали фотографии, общались, найти контакт мне удалось с одним, хотя я пробовала человек 50, наверное, для того, чтобы поучаствовали в проекте, как-то пришли, пообщались, дали свои фотографии, может, архивные, еще как-то. Я тоже дополню, вот там тоже было, например, нашел блогера какого-то активного в Ярославском районе, и он очень много писал про какую-то проблему, проблемы различные, там, жест как-то критиковал все, я постарался просто с ним увидеться лично, и говорю, вот есть реально возможность что-то изменить, что-то сделать, давай встретимся, ты критикуешь, давай, если ты активный, и он просто, ну, не отвечал очень долго, либо там, ну, нам удалось с ним встретиться, конечно, через какие-нибудь полгода, но в целом, то есть это говорит о том, что, ну, в интернете до дела не доходит, в общем, сам процесс, он заканчивается вот этим высказыванием, и все. Я хочу вопрос на Дашу задать, потому что, ну, Даша, она много как раз исследовала зарубежных участников, потому что, вот здесь есть несколько подобных вопросов по поводу таких зарубежных комьюнити-центров, то есть есть ли какие-то вот аналоги в мире успешные, и, ну, как бы, вот, что можно, да, вот, как-то процитировать, да, и вопрос, насколько, вот по сравнению с другими странами в России, вообще, вот эта идея, там, комьюнити, она развита. Вначале, с первой части вопроса, ну, да, про вот мировой опыт, я была на стажировке в Мадриде, в архитектурном бюро со сложным названием Passage Transversal, и, я понимаю, что, наверное, никто не сможет потом это набрать на клавиатуре, поэтому просто расскажу о проекте, о котором нам рассказали, это архитекторы, это не обычные архитекторы, они во все свои проекты закладывают вовлечение местного сообщества, и в этом заключаются особенности архитектурного бюро и их подхода к работе, и они занимались такой, как регенерацией одного культурного центра в небольшом городе в Испании, проблема была в том, что власти построили культурный центр, новые совершенно запланировали программу, и в нем не было посетителей, центр пустовал, и он оказался просто бессмысленным, и власти обратились в таком случае к этому бюро, чтобы они предложили что-то, что спасет инвестиции и изменить ситуацию в пустующем центре, и как раз таки архитекторы предложили такую концепцию полностью пересмотреть вообще функционал, программу, внешний вид центра и спроектировать его с участием людей, которые живут в районах, прилегающих к центру, и они провели серию встреч, таких воркшопов непосредственно на самой территории вот этой площадки, где обсуждали с людьми, жителями, какой должна быть программа, как все это должно выглядеть. Местные художники расписали стены этого центра, они сделали огромное расписание, оно пустое, огромную сетку, и предложили также людям дополнять расписание своими событиями, прямо вот вписывать их в программу, а соответственно, когда человек предлагал свое событие, он уже чувствовал свою ответственность, он проводил его, каждый проводил на него людей, аудиторию, и, ну, то же самое с самим пространством, люди ремонтировали его, приносили какие-то вещи, мебели с дома, в итоге центр выглядит, ну, да, это, конечно, не какое-то презентабельное пространство, идеально выверенное, он такой очень домашний, уютный, в нем все разное, но при этом, поскольку каждый поучаствовал в его создании, не каждый, конечно же, но многие жители, он стал действительно таким местом притяжения, название просто невоспроизводимое испански, но, возможно, потом могли бы в социальных сетях урбанистического форума опубликовать ссылки, чтобы можно было посмотреть, как это все работает, ну, и центр продолжил работу. Ну, вот, ну, а еще один пример, это, в принципе, в Лос-Анджелесе, во многих девелоперских проектах закладывается уже при строительстве как такая, ну, типа, комната, комната для жителей, для соседских мероприятий, где можно провести как праздник, день рождения, выпускной, так и конференцию, там комнаты, так понимаю, выглядят по-разному, я в них не была, а вот о них я лишь слышала, но там это считается какой-то нормой в таких жилых комплексах, что есть, как бы, мероприятие, ой, мероприятие пространства для жителей этого жилого комплекса, и, кстати, к финансовой модели, к вопросу, мне кажется, еще один вариант, что девелоперы прям-таки закладывают это пространство, и это, по-моему, будет отличным бонусом для людей, которые собираются жить в таком доме, что у них будет еще свое такое место. А второй вопрос какой был? Второй вопрос был, как бы, о том, насколько вот в России, там, по сравнению с другими странами, насколько вообще вот эта идея, она может прорасти, насколько она востребована? Ну, вот, мне кажется, опять ответ на этот вопрос, это наш воркшоп, потому что, ну, до этого мы ходили по отдельности, каждый человек из команды, возможно, я как-то тоже там приходила к идее комьюнити-центра, но когда мы проводили этот мастер-класс, ну, хохотон, что нужно городским инициативам, чтобы они эффективно взаимодействовали, на самом деле, я вот в нем так практически не участвовала, я была в самом начале и в конце, и я никак не ожидала, что огромная группа людей придет к этому же мнению, и когда все делали отчетные презентации, я увидела там как бы свою идею, которую, мне кажется, я ее придумала достаточно давно, но, видимо, раз уже многие люди пришли к этой идее, что это витает в воздухе, то есть, она не какая-то навязана из меня, что это скорее потребность, которая как-то реализуется, я надеюсь, что потребность есть. У нас, да, все, да, да. Не, про международное не добавлю. Не, я просто хотел сказать, что у нас достаточно это новая идея, тоже достаточно экспериментальная, потому что, по сути, как таковых сообществ еще у нас и нет, потому что их в большей степени нужно формировать, то есть, нужно начать с формирования сообществ, потому что мы еще не отошли от нашего коллективистского прошлого, навязанного, то есть, в большей степени у людей как бы складывается ощущение, что не нужно, у него что объединяться, и нужно сейчас такая эпоха индивидуализма, все покупают себе автомобиль и стараются как бы отхватить какой-то кусок в личную собственность. Ну, вот это такой шаг тоже к какой-то коллективизации или, может быть, к новому осмыслению коллективизма. Вот, а еще хотел сказать про вокальный опыт, потому что, на самом деле, в Москве сейчас есть проект правительства Москвы по благоустройству, не благоустройству, по модернизации библиотек, и в какой-то степени это тоже центр городских сообществ, и это проект Московский городской библиотечный центр, они преобразовали три библиотеки, открыли в новом формате, где открыли там лекционный зал, пространство тоже для сбора, у них есть комната идей, есть какие-то пространства, где можно работать за компьютером, сидеть почитать книгу и прочее, вот, и это более такое демократическое пространство по сравнению с тем, что было, но многие люди, например, еще не готовы пользоваться такими благами, потому что не привыкли, что библиотека вот в таком формате работает, но вот у них есть такой опыт, они уже на протяжении там года, наверное, полутора бьются, и вот с таким переменным успехом как-то работают, вот в таком формате. Смотрите, мы переходим, у нас осталось буквально минут 15, мы переходим в такой совсем блиц-формат, вопросов много, я постаралась выделить, ну, как бы два ключевых, и я вот попрошу вас прямо очень быстро на них ответить, потому что, мне кажется, основные вещи мы обсудили, и потом мы передадим как бы мячик инициативы в зал, для того, чтобы услышать ваши вопросы, или, может быть, в большей степени, на самом деле, нам интересны даже не вопросы, а ваши какие-то комментарии, ваши мысли, потому что для нас такой наш большой эксперимент. Ну, вопрос такой, вот я пытаюсь объединить, то есть он тоже нас волнует, вообще, насколько можно там вовлечь как бы население, вообще, насколько вот люди там активные, есть такой вот вопрос, вообще, что инициативное есть мнение, что инициативно старшее население в основном поколение, да, как можно вовлечь молодежную инициативу, я объединила бы вот тот вопрос, который волнует нас, да, есть активный какой-то слой людей, и вот нужно ли, чтобы все там были активными, или достаточно ли это, Это как бы недостаточно, там, активна ли молодежь? Ну, я думаю, что суть вопроса вот вы уловили, да, как вот активистам и вот большому общественному полю, вот каких они отношениях вообще, что нам вот делать, да? Мне кажется, активные граждане есть любых возрастов, ну, то есть, и зачастую находятся точки пресечения какие-то по интересам либо по вещам, которые стоит отстаивать, зачастую организуется сообщество вокруг какой-то проблемы, например, городской, и там вообще могут быть разные, абсолютно разных возрастов жителей, это вполне нормально. Ну, я могу ответить, наверное, по вопросу вовлечения. Да, конечно, ну, думают, что, распространенное мнение, что не очень активно, особенно старшее поколение, не очень вовлекается, не очень активно, ну, смотря, они в негатив обычно, им пожаловаться, а потом все хорошо на самом деле, вот, но я хочу сказать, что это не совсем так, опровергнуть сама себя, вот, здесь главное не подходить снобски к этому, то есть, здесь надо слышать, потому что часто я встречаю такое, что молодежь вот сейчас активная, они думают, что они лучше за старшее поколение, знают, что там надо или не надо, старшее поколение просто не может это принять в силу особенностей, просто здесь как-то, это вопрос, как это сделать, я не вижу никаких готовых решений в городе Москва и ни в каком другом российском городе, как можно объединить все поколения в одном месте, и это очень интересно как раз делать и попробовать объединить. Ну, я могу сказать, что как раз вот создание комитет-центра, это наш какой-то вот такой, ну, поиск ответа вот вообще на этот вопрос, потому что я встречаю огромное количество вообще в России, то есть я все-таки встречаю очень много прекрасных людей, чья активность пробуждается, вот как бы совершенно там, может, внезапно, действительно, когда над людьми возникает какая-то экологическая угроза, и люди становятся такими активистами поневоле, я как-то называю, потом они уже становятся более в этом опытными. Мне кажется, очень важно создавать вот такие точки и друг друга слышать, и друг друга обучать, потому что, ну, у меня сейчас очень много учусь, я там, у экологов прошлого поколения, у них огромный опыт, и очень важно строить мосты, потому что нельзя начинать все как бы с нуля, это неправильно, мы всегда стоим на чьих-то плечах. Вот, и последний вот такой вопрос... Я хочу сказать про соотношение, что мне кажется, есть у нас, ну, есть такое же понятие, критическая масса, это 4% населения. Мне кажется, вот, когда, ну, то есть такая теория, когда 4% населения занимает уже, ну, или занимается какой-то деятельностью, или согласно в каком-то решении, то ситуация начинает кардинально меняться. Мне кажется, вот, как раз создание таких центров нужно привести к созданию критической массы людей, которые неравнодушны и что-то хотят делать. И последний очень такой, мне кажется, интересный и тонкий вопрос, он вот как раз про модель управления. Ну, вот он такой длинный, что вот если это коллектив, то как будет нивелироваться угроза некомпетентности? Кто будет принимать окончательное решение? Вот, и как бы если коллектив, как будет вот эта угроза не нивелируется, если конкретно человек, в чем смысл инициативной группы? Ну, он такой разветвленный вопрос, но смысл как раз действительно, как вот принимаются какие-то решения, да, насколько вот они компетентны, потому что у нас действительно в сообществе много. Ну, не знаю, давайте я начну, да? Давай, начнем. Ну, есть разные технологии, опять же, просто, которые, мне кажется, технологии, например, может использоваться. Это метод консенсуса, с помощью которого можно принимать, на наш взгляд, самые такие продуманные, взвешенные решения. Это более долгий, чем способ обсуждения любых вопросов, чем традиционные способы, но он позволяет принять такое решение, которое устраивает в итоге всех вовлеченных в обсуждение. И метод консенсус таков, что он работает от группы от двух и до сотен человек, он просто трансформируется, и в итоге рождается решение, приемлемое для каждого. Он построен, этот способ, способ модерации вообще встреч, дискуссий построен таким образом, что учитывается мнение каждого человека, и обсуждение не переходит на следующий этап до тех пор, пока вот все участники предыдущего круга не пришли по ряду пунктов вопросов к единому мнению. Ну, плюс еще могут быть тоже разные схемы. Допустим, на той же мадридской стажировке я была в одном таком самоуправляемом пространстве, в городском, это площадь Ла-Латина называется, очень интересная у нее история. Это были запросы, что у меня не получилось, нельзя, наверное, долго. Ладно, я кратко. В зал играть. Вот, в общем, это площадь, которую отдали на откуп жителям для того, чтобы они занимались своими любыми активностями. Там организован партизанский огород, сад, какая-то самодельная спортивная площадка и так далее. И как происходит управление, что просто каждые выходные проходит какое-то собрание с участием представителя муниципалитета района, представителя какого-то спонсора-партнера площадки и сообществ, которые пользуются этим пространством. И они просто обсуждают содержание пространства, составляют план на следующую неделю и как бы участвуют при этом все заинтересованные. Вот там так происходит. Я не буду долго говорить, скажу, что мы будем практиковать метод консенсуса на рабочем клубе, на нашем одновременном воркшопе. Так что приходите, тот, кто задал этот вопрос, и давайте искать вместе консенсус. Да, дорогие друзья, все спасибо большое за большое, конечно, вопрос. Мы как-то постарались так или иначе ответить на все. Если ваши вопросы не от вечера, мы ждем вас в Манеже, такое удобное центральное место в субботу с 12 до самого вечера, до 22. Мы действительно этот день просто будем жить там, да, и будем очень рады познакомиться. Но сейчас давайте, мы видели интересы, вопросы, и просто можно их сейчас задать и поделиться своими мыслями. Может, даже второе более интересное. Алло. Работает? Да, да, да. Работает? Не работает. Вы просто говорите, чтобы вас слышали те, кто у нас онлайн. А, здесь просто колонок нету. А, тут смотрите. Все, ваше время закончится. Да, просто говорите. Я просто думаю, цель сообщества – это наверняка какие-то внедрения каких-то современных инновационных решений в городское хозяйство в том числе, помимо общественных каких-то. И как с этой точки зрения сообщество может помочь, например, внедрить совершенно, может быть, простые, но не внедренные вещи в Москве, например, теплые лавки или, например, система отэвания крыш, чтобы тротуары не перегораживали лентой, и люди ходили по тротуарам без сосулек, чтобы не образовывались. Это же все уже известно, в принципе, везде применяется, в Финляндии, а в России почему-то не применяется. И такие простые решения, казалось бы, которые увеличивают удобство пользования городом, городским пространством, почему-то не используются. Вопрос, почему. И как, например, какие-то центры, инициативные горожане, которые это делают, могут через центры внедрить, например, эти в город? Вот. Если есть какие-то ответы. Я, честно говоря, лично сталкивался с системой управления Москвой, и вот мне кажется, очень все централизовано и совершенно иерархично. То есть, если первое лицо, там, префект или департамент ЖКХ, вот, Бирюков, не заинтересован в этом, никто это делать не будет, вот, из личного опыта. Вот если он скажет приказ, не скажет, просто напишет бумажку, что это не сделает до такого числа, а та и сделает. А если ты лично придешь с кем-то общаться, то, как правило, это все никто не слушает. Давайте я попробую коротко на примерах ответить. Это то, что называется, ну, мы называем таким социальным заказом, правильным социальным давлением. Вот, например, ну, у меня больше экологический опыт, то, что ты рассказывала про, там, систему раздельного сбора, да, когда вот люди уже, ну, как бы отчаялись, они просто начали сами, ну, очень много локальных институтов, где люди саморганизуются, вплоть до того, что у себя во дворах, там, устанавливают контейнеры, то есть, сами вывозят, вот. И сейчас, как бы, после долгого скрипа, то есть, ну, эти практики, они там начали, как бы, вот, ну, под таким давлением. То есть, вы правы, что система, она очень негибкая, но нам все равно, у нас, как бы, другой системы нет, есть только такая, да, приходится на нее давить. То же самое вот эта проблема с листьями, которую, наверное, уже навязывала у всех, как бы, в зубах, когда, вот, ну, Департамент природопользования, после долгих, долгой такой борьбы горожан, он принял вот этот большой штраф про постановление, он постановил про штраф 300 тысяч рублей, да, для, там, служа ЖКХ, которая убирает листву, хотя, ну, как бы, там есть вот обоснование, почему это нельзя делать, да, почему это, как бы, плохо для выживания деревьев. И сейчас, ну, несмотря на то, что есть это постановление, оно все равно не выполняется, но люди, они, вот, кстати, у нас будет целое, как бы, сообщество, которое, вот, прям, ну, вот, называется за траву, у них будет, прям, отдельное событие, они делают, ну, как бы, там, масса именно таких действий со стороны горожан. То есть мне кажется, что эта система, ну, в моем представлении, она абсолютно, как бы, отражает состояние общества. Когда общество будет более активное, будет усиливать давление, будут, как бы, изменения. И мы людям про это говорим, что пока вы, как бы, не сделаете вот это действие. Это просто, это есть законодательная база, она не, это просто в рамках закона вы используете совершенно свои, как бы, права, и есть там закон обращения граждан, есть масса прописанных вещей, которые должны, должны. Вообще мы предполагаем то, что если вы хотите, то делайте. Ну, вот, придумайте. Игорь, расскажи про лавку, пожалуйста. Мы придумываем, и вы придумаете, делайте. Утепляйте. Вот, Игорь, вам расскажет. Расскажи про лавку, да. В общем, это, у нас в стране так работает, нужно до отчаяния дойти, сделать самому, потом это кто-то заметит, и потом... То есть, если нужно утеплять крышу, утепляй. Вот, и потом... Ой, я расскажу, у нас возле колофта, кто там, мы не знаем, кто из партизанинга, из партизанинга, да, какие-то неизвестные люди, они нарисовали партизанский переход в том месте, где люди все переходили, ну, потому что это очень удобно. И этот переход закрасили, и через какое-то время, там, вот, короткое, через, там, пару недель появился, наконец-то, проложенный городом... Да, вы знаете, по идее. ...переход. И то же самое, как бы, с лавками. То есть, мы, вот, наш ответ, это начать делать самому, ну, и приходить, и просто не говорить, что мы такие жалобщики, знаете, потому что на это всегда есть ответ. Ну, как бы, еще одни жалобщики. А мы приходим, говорят, ребят, мы это, как бы, делаем, вот теперь, пожалуйста, ну, у нас есть, как бы, полное моральное право после этого требовать, тем более, если это в законе, например, прописано, там... А, требовать, знаете, это, это какое-то такое гражданское достоинство, не то, что, не то, что я требую, я говорю, ну, ребят, это написано в законе, да, как бы, ну, просто сделайте это. Это, ну, такое нормальное, здоровое, гражданское, вот, какое-то требование. Не, не работает. Надо лавку теплую, сделай себе, и все, и будет у тебя теплая лавка. В смысле? Моя мама делает теплую лавку сам. О! Отлично! Вот это и хорошо. Это вандализм, но полезный. Это, да. Полезный вандализм у нас. Меня зовут Юрий Леонард. Значит, я считаю, что создание вот такого центра, это очень хорошее дело, вот, но он должен основываться на экономической основе, потому что сейчас, видите, в стране экономическая ситуация очень тяжелая, вот, и будет ухудшаться, и никто вам не будет спонсировать особо там, вы должны сами деньги зарабатывать, вот, вот, то есть вы должны аккумулировать идеи, вот, а идеи, это все, это интеллектуальная собственность, вот, и люди просто не могут туда отдать что-то сказать, а потом кто-то украл там и делает на этом деньги, вот, поэтому вы должны с этого иметь какой-то процент, вот, и будете попрошайничать, ничего, а, как говорится, достойно себя содержать сами, вот, и неплохо. Вот у меня в частности есть изобретение, которое решило очень большую проблему, вот, не только здесь, а вообще по всему миру, вот, не зайдите за похвальство, вот, но я не занимался этим, я так это, ну, пока не внедрял, участок активно начал, вот. Вот, и вопрос у меня в том, что это связано с архитектурой города, во-первых, вот, вы видите, сейчас вот город обезображен вот этими кондиционерами, вот, в Европе они запрещены, и люди там не бедные, кстати, мучаются с жарой летом, вот, а кондиционер нельзя поставить, вот, а вопрос как убрать их, вот, и эту проблему решил, вот, а вам, нет, подождите, а вам я предлагаю, что, вот, вы будете проводником моей идеи, вот, собственно говоря, как бы, а я, соответственно, буду, это, ну, с вами, это, ну, наконец-то, основе сотрудничества, вот и все, а то, что у меня есть, я вам дам, вот, вы однокомитесь, у меня по центру есть, у меня его хотели украсть, даже там, в Роспатенте. Хорошо, мы, как бы, мы идею ваш месседж поняли, мы действительно... Хотелось бы поздно переговорить. Хорошо, да. Вот, 13 декабря... И вам подсчитали. И университет никаких, абсолютно. Мы услышали, да, в общем-то, мы, 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 мы тоже, мы тоже, мы тоже стремимся к самостоятельности, и, собственно, поэтому мы называемся делай сам. Друзья, последнее, вот, может быть, еще несколько вопросов, комментариев. Хорошо, вот у нас... Кстати говоря, я вот хотел тоже дополнить, что это не тач-экран. Хотел дополнить, что два этих вопроса, они касались какой-то глобальной проблемы, а все-таки мы говорим про центр сообществ, который решает более локальные, районные вещи. Ну, это не совсем локально, это по стороне, по стороне вообще. Не, не, я знаю, что... Я про кондиционеры знаю, но мне тоже очень не нравится. Нет, не нравится. Никто не знает, и в Америке, и в Америке еще одно вопрос. Нет, просто вот как раз в тему того, что какой, как важен масштаб в этом во всем вопросе, то есть вы пока разговорили, мне очень захотелось спросить, что вообще, вот как вы для себя определяете, что такое сообщество, потому что фигурировали вещи и от каких-то сообществ по интересам, по конкретным инициативам, и какие-то территориальные вещи, и вы опять же снова и снова говорите, сообщество района, но район это тоже такая достаточно обширная структура, то есть какой, как вам кажется, какой масштаб в этом будет наиболее эффективен, то есть это дворовая какая-то вещь, или это вещь там, центр района, центр притяжения в районе, или это может даже на полностью такой городской формат работать, то есть какие в этом будут особенности, как вам кажется, будет наиболее эффективно. Спасибо. Я бы ограничился одним районом для начала, потому что, я говорю, что нужно начать с каких-то формирования еще сообществ, потому что не так легко их еще обнаружить, и район обладает достаточно таким большим потенциалом в плане поиска подобных и формирования подобных сообществ, а потом это уже могут быть какие-то еще другие какие-то форматы. Я согласна, да, с Игорем, на самом деле, не только это хотела сказать, да, я согласна, что это уровень района действительно, потому что, ну, по разным, в силу своего рода деятельности, занимаясь также культурными проектами, мы пробовали проводить мероприятия и там окружного формата, но люди уже, как показала практика, не ассоциируют себя с округом, редко кто скажет, что я житель юго-западного округа, но с районом, район та единица, с которой еще человек себя ассоциирует, и которая ему кажется близкой, мне кажется, да, что для формирования сообщества район как раз-таки подходящий масштаб, особенно для огромной Москвы, ну, такой, как твой микрогород, которым ты занимаешься, наверное, да, идеальный комьюнити-центр, это районный, ну, а в самом идеальном мире, конечно же, он должен спускаться вообще на уровень улицы, но это так пока мечты, если бы хотя бы были районные центры, это было бы уже отлично. По сути, вы ставите себе целью формирования именно территориального сообщества вот на базе какого-то хотя бы одного района, да? Нам кажется, что, да, территория, это очень важно, потому что вот, ну, для сообщества это когда очень-таки устойчивые связи, которые постоянно, ну, и люди, они имеют какую-то там совместную деятельность или какое-то совместное вот такое, ну, какое-то тематическое поле, какие-то объединяющие моменты, и вот здесь был как раз вопрос по поводу села, как бы, что вот мы говорим про города-миллионники, как же насчет села, и я как бы, ну, наоборот, у нас очень вот много, мы как раз там цель делай сам, это не только московские сообщества, как можно больше из каких-то небольших городов, там, Подмосковье или как бы из других городов, и там, как правило, более, ну, такие устойчивые, более успешные сообщества, которые, многие вещи, которые мы в Москве, может быть, еще там годами будем там десятилетиями внедрять, они там уже как бы внедрены именно за счет того, что появляется сообщество. Ну, маленький такой, последний. На вашем опыте, может быть, исследований, которые вы проводили, помимо каких-то проблем, то есть помимо каких-то негативного объединения, есть какие-то позитивные вещи, которые объединяют именно территориально, вот, вот какие-то вещи про район, которые в позитивном ключе объединяют людей именно в сообществе, или хотя бы зачатки этого сообщества? Не знаю, вот есть сообщество Моржей, например, в Ярославском районе, позитивное вполне сообщество. Ну, оно территориально, оно именно вот в границах одного района? Да, в границах одного района, и они собираются, они регулярно собираются, устраивают какие-то там свои события вот соответственно как бы низное пространство не помешало бы отдельных но от еще что декабря будет там уже какой-то н раз проходить акция такое сообщество раздельный сбор то есть люди которые себя на районе просто таким выступает инициаторами выходят для других людей которые тоже сортирует но вот как бы берут на себя организацию очень позитивная но в целом это все равно уже как бы решение этой другой я вокруг досуга как я уже говорила про играющих домино например пенсионеров или же я приводила в пример брейк-дансеров очень все позитивно просто людям здесь не обязательно именно проблема здесь если ты просто чем-то занимаешься нет места куда пойти вот вам вместе именно оффлайн собраться и не знаю потанцевать попеть стихи почитать поиграть то вот вам место но все же стоит отметить что действительно очень мало районных территориальных сообществ как раз таки ну вот одна задача центра сделать так чтобы они появились и чтобы у людей был повод принципе для начала там познакомиться а потом уже перейти к возможной деятельности совместной а так ну в москве просто где думаю что это из-за масштаба практически на мой взгляд практически нет территориальных сообществ их вот какие-то единицы вот ребята выявляют в ходе исследований до сообщества проблемам по отраслям деятельности существует но именно такие вот местные там сообщества жителей района измайла таких мне кажется очень мало я на этом вот просто бы подвела итог потому что мне кажется самое но вот интересное это сильно прийти 13 потому что это ну вот почувствовать этот дух потому что действительно жизнь который вот люди которые туда придут да они действительно этим живут и они вот попытаются как бы это показать нам другим людям там властям не знаю как бы всем гостям поэтому мы бы на этом такие вот разговоры об этом как бы подвели черту и вот буквально через неделю мы очень надеемся с теми кто здесь и с теми кто вот там где-то в неведомом онлайне да просто увидится и так в живую так уже что-то обсудить вот спасибо большое спасибо